Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, в эфире программа Слушайте доктора У микрофона сегодня работает Светлана Занько У меня в гостях руководитель клиники лазерной косметологии и хирургии Специалист по лазерной медицине клиники Возрождения Гульнара Касимова Гульнара Шахвалевна, добрый день Добрый день Ну что, у нас в эфире уже были программы от вашей клиники По лазерам, но мы здесь до эфира с вами поговорили Оказывается, лазеры это целый мир И вы, наверное, совершенно справедливо заметили Что лазерная медицина, точно так же, как и гаджеты, например Развиваются со сверхскоростной скоростью просто, да И поэтому, конечно, необходимо следить за всеми изменениями И поэтому лазеры бывают разные У них разный срок службы, разное предназначение Они действуют по разным нозологиям Действуют на разные части тела С разной эффективностью Мы сегодня попытаемся разобраться Где в нашем здоровье применимы лазеры Какие услуги оказывает ваша клиника Каким должен быть специалист Как к нему обращаться С чем приходить Вовремя, чтобы обратиться Вот по всем этим вопросам мы и пройдемся Но прежде всего К вам, как к специалисту по лазерной медицине Вопрос, где в современной медицине применяется сейчас лазер У меня ощущение, что везде Да, вас не обманывают ощущения Да, на самом деле везде И единственное, что я поняла за 8 лет работы с лазерными системами Даже за 10 Что не существует универсального лазера Как и не существуют универсальные таблетки Которые помогают от всего Вот этот момент нужно обязательно помнить Потому что на одном лазере все не сделать История лазеров начиналась с СО2 лазеров И они до сих пор есть Они есть в нашей клинике Это были первые И вообще лазеры, они подразделяются по длинным волн В принципе, самое важное во всем этом Это длина волны И в зависимости от длины волны Мы получаем те или иные эффекты И, в общем-то, СО2 лазер Это были 70-е, 80-е годы А вот те лазеры, на которых мы сейчас работаем Кусвичи, короткоимпульсные, неодимовые Это начало 2000-х Представляете, как, в общем-то, совсем мало времени И сейчас это все равно все усовершенствуется И не стоит на месте И, в общем-то, можно Самый известный, наверное, лазер И он известен всем нашим кировчанам Это полупроводниковый лазер Мы его называем операционным лазером Кстати, на нем работают хирурги в операционных То есть они, допустим, коагулируют сосуды То есть в таких больших хирургиях, кстати, тоже лазеры применяются Ну, а мы операционными лазерами убираем Различные бородавки, папиломы, моллюски Вросший ногти, атеромы То есть этим всем можно работать на лазерах Чем, наверное, преимущество операционных лазеров Что все-таки это бескровные операции Вот то, что очень, может быть, многим и нравится Что все-таки это бескровное удаление И, кстати, вот этот момент сейчас используется Для удаления базально-клеточного рака То есть сейчас можно И сейчас это в стандартах Если раньше мы базальом убирали на рентгеновском излучении В онкодиспансере То сейчас именно из-за того, что мы Сразу же склерозируем сосуды У нас никуда не уходит эта опухоль Мы делаем на лазере И самое-то интересно, что лазер не даст рубцевание А обычно базальомы бывают на лице То есть вот у нас очень хороший эффект Да, в ней у нас есть пациенты без рецидивов То есть просто под наблюдением Так что Я сейчас нахожусь на сайте клиники Лазер-дефис-киров.ру Вы меня уже предупредили, что в ближайшее время Будет этот сайт обновляться Тем не менее, основные пункты Которые должен содержать сайт клиники Здесь есть И здесь есть и страница о клинике И специалисты, и диагностика, и лечение И статьи различные популярные Что очень важно почитать Тоже находятся на этом сайте Но мы должны... Кстати, сейчас люди не видят Наши слушатели через эфир его не видят Но мы должны пояснить Какие услуги на лазерах С помощью лазеров Оказывают специалисты вашего центра Наверное, тогда начнем с набора лазеров Он у вас очень большой Да Ну, мы подсчитывали сейчас У нас 12 лазерных систем Из них 8 уникальных То есть у нас есть повторяющиеся лазеры Потому что две клиники И мы, в общем-то, докупаем И туда, и сюда Но есть уникальные Очень дорогие лазеры Которые только в одном экземпляре у нас Вот И я думаю, что ни одна клиника В городе Кирове В Кировской области Не может похвастаться Таким набором лазерных систем Ну и специалисты Да, то есть наши специалисты В зависимости от специальности Хирург, косметолог Лор-врач, уролог Там, эндокринолог У нас многие врачи работают Гинеколог, да Работают на этих лазерах То есть часть врачей у меня В общем-то владеет Шестью лазерами То есть это, я считаю, высший пилотаж Для моих специалистов И, конечно, каждый из наших врачей Проходит первоначальную специализацию В МБА города Москвы Что это такое? Это федеральное медико-биологическое агентство У нас есть лазерный центр такой Все научные работы Вся профессура В общем-то все научные конгрессы Это как бы для нас Альмаматор считается Вот Но практически Практически приходится учиться много где И у производителей лазеров И у врачей Которые обладают большим опытом И на конференциях Ну а я, наверное, сама уже учу своих врачей Всех, то есть всех, кого мы берем вновь на работу Ну обычно на практике обучаю я их всех Врачи без конца обучаются Все время развиваются Да, а потому что приходит новый лазер Мы все собираемся И все вместе начинаем В общем-то смотреть кнопочку Где нажать Как это работает Мы всегда, кстати, все это Как бы проверяем на себе На своих родственниках То есть для того, чтобы почувствовать лазер Это нужно, в общем-то, проверять Мы всегда проверяем Набить руку, что называется Да, мы набиваем руку Только на себе На своих коллегах Сотрудниках Родственниках Всех друзей приводим И вот когда мы почувствуем Что все хорошо Вот тогда мы начинаем Его уже, в общем-то Вводить в практику Бесстрашно Потому что мы понимаем Что от него Можно ожидать просто Это программа Слушайте доктора У нас в гостях Гульнара Касимова Руководитель клиники Возрождения Мы говорим о клинике Лазерной хирургии Косметологии Зачем такой большой набор Лазеров Вот кажется Поставили бы один Но вы уже сказали Вначале Что лазеры разные И действуют по-разному Но вот такой большой набор Для Кирова Это Вы говорите Самый большой набор Наверное Лазеров Да Однозначно Да Почему Ну вот потому что Допустим У нас в клинике Уже 8 лет Ведется научная работа По гемангиомам Новорожденных И вот в этом году Могу даже так Похвастаться немножко Что в этом году Нашими работами Результатами наших работ Заинтересованы Ельский университет И мы разговаривали Это Америка, США Да Соединенные Штаты Да Ельский университет У нас была онлайн конференция С главным педиатром И они были Очень заинтересованы Именно в нашей методике Достижения результатов По лечению гемангиом Потому что Мы лечим гемангиомы На их же Американском лазере Короткоимпульсном Но Их лазер настолько хорош Что мы Не оставляем Рубцов у детей То есть Вот эта методика Что очень важно Да Что это очень важно Да И сейчас Вот буквально этот год Очень часто идут Вот эти все конгрессы Конференции Где я выступаю С докладами И нас услышали Сейчас нас услышали В России И много звонков Сейчас покупают Этот лазер То есть Ну методика отработана Они сейчас начинают работать А американцы До сих пор пока Повторить не могут Наш Вот как бы так Смешно немножко Получается Но они И приятно И приятно Что мы способны Обогнать Америку В этом смысле То есть Вот посмотрите Вы сказали Что даже у младенцев Тоже делаются операции Делаются процедуры С использованием лазера В вашей клинике Да Давайте еще Приведем примеры Какие конкретно Лазеры Какие конкретно Нозологии Болезни Ну вот в этом году У нас Я очень горжусь тем Что мы Вместе с докторами Так скажем С подвижниками моими Которые Все-таки Как-то ухватили За эту идею И помогли мне Мы Привезли Киров Лазериндуцированную Термотерапию По щитовидной железе Лечение узлов Щитовидной железы Опять-таки Я точно знаю Что не то Что в Кирове Даже в Киров Даже в России Очень мало Где стоят Эти лазеры Это российские лазеры Но проблема в том Что Никто не учит Этой методике И одному человеку Это не под силу Будет понять То есть Мы просто взяли Диссертацию За основу Челябинск Делал диссертацию Очень хорошую И Просто мои Знания По лазерной медицине Знания Врачей По эндокринологии По узлам Щитовидной железы И вот мы Честно говоря Покупая печень Говяжью печень Брали Значит Ультразвук Значит Находили Смотрели Пунктировали Вводили Лазер И в общем-то Мы очень так Отрабатывали Эту методику Поверьте Это тяжело Это как бы Научно-лабораторные Какие-то исследования Такие были Мы все это начинали В принципе С нуля Начиная С информированных Согласий И все Но наши коллеги Эндокринологи Они об этом Методике уже знают Потому что ездят Тоже на конференции И уже посылали В Ярославль Оказывается Ближайшая У нас Ярославль Эта методика Она должна Прежде чем Быть запущена В жизнь Как-то Подтверждена Запатентована И так далее Это важно сказать Естественно Естественно Да Мы Это на сайте Как бы В Санкт-Петербурге Нет Это естественно Никто не будет Заниматься просто так Он сертифицированный Лазер Естественно Просто Есть сложности Люди не очень любят Заморачиваться Сложными механизмами Процедурами Но Смысл-то в чем Сейчас ведь можно Узлы-то убирать Без операции Вот давайте Представим себе Что это такое Человек Который с этим Никогда не сталкивался Или не подозревает Что у него есть Потому что не проходит Обследование И так далее Что из себя представляет Узел в щитовидной железе Почему он там образуется Ну Узлы могут Образовываться И за счет Аутоиммунных процессов Да Вообще У нас Узловой зоб В Кировской области Диффузные изменения Они очень Ну Процентов 30-35 У молодых Очень много У нас Потому что у нас вообще Посчитавидка зона Такая проблемная Да Эндемическая зона Считается Нехватки йода И я так подозреваю Что и с радиационной опасностью Какие-то наверное Есть моменты Потому что все-таки В Кировской области Достаточно В молодом возрасте Рак щитовидной железы Бывает Но К величайшему счастью Это лечится Хорошо То есть это лечится Хорошо И можно потом И рожать Я этих пациенток Видела много раз И подводить И сохранить качество жизни Что очень важно Да То есть тут вот Слава Богу Все хорошо Но А этот узел Образуется И он растет Это что Видоизменение ткани Ткани Да Ну Уплотнение Она такая плотная Но многие живут Не подозревая Что у них есть Эти узлы И поэтому Не часто же В общем-то Смотрят щитовидку Я вот любитель Всегда даже Просто сидя На гинекологическом приеме Спрашивать Когда последний раз Узи молочной железы И щитовидки И я как-то пытаюсь И добиваю эту тему Чтобы Если уж молочные Нашли что-то То щитовидную Давайте делать А вот Прямо вот с 50% Найдем узлы в щитовидке Эти узлы Они могут быть разные Они чаще всего Там 95% Они доброкачественные Естественно Но делается пункция Естественно Если большой узел Делается пункция Под анестезией Анестезия Но мои доктора Которые работают Они настолько Универсально Настолько безболезненно Мне кажется В слепую уже делают Что не требуют Да То есть это абсолютно В общем-то Безболезненная процедура Только страшная Да Может быть страшно Но смысл в том Что ведь это Зависит иголочки еще Чем как бы Тоньше игла Да Очень хорошо заточенная игла И четкая подача руки Методики Все То есть пациенту Не больно абсолютно Абсолютно И узлы бывают разные По величине Вы говорите Что они растут Да Ну вот мы От сантиметра Но мы наверное Сантиметр еще и не лечим А вот два сантиметра И от двух И выше И шесть сантиметров Мы уже лечим Другое дело Что два сантиметра Мы за одну процедуру Можем вылечить А шесть сантиметров За три Допустим Воздействием лазера Да И мы смотрим И мы смотрим Контроль УЗИ Обычно в два раза Уменьшение Бывает у некоторых И в три Но кому повезло То есть чем плотнее узел Тем дольше уходит Чем рыхлее узел Тем лучше он уйдет Вот И я считаю Вот одна из уникальных методик И самое интересное Что этот лазер Ну вот он только для этого создан Вот понимаете Только для этого Все Тут уже никуда Ни шаг в право Ни шаг влево Все И тут вот по каждому лазеру Можно рассказывать Очень простой хочу Чтобы вы озвучили пример Я как мама-подростка Интересуюсь Можно ли лазерами Можно ли лазерами Удалять все прыщи И может быть угри Угревая болезнь Да Есть такое понятие Угревая болезнь Она очень актуальна И вот опять-таки Эта методика существует Просто единственное Что мы ее Мы лазер не сразу начинаем То есть все равно С подготовительного этапа Механической чистки Ну вот никуда не денешься Да И с озонотерапией Нашей любимой Это отдельная тема Но вот опять-таки Избежать Вот этих всех Мазюлек Этих антибиотиков Это озон у нас есть И вот когда мы Все подготавливаем Вот тогда мы С действием Неодимовым лазером Короткоимпульсным Вот на эти красные Моменты Да Которые остаются Потому что Может быть уже Вот этого Угря уже и нет И гноя нет А вот красные То пустулки Остаются Это некрасиво Но, кстати, чем дольше Они существуют Чем больше вероятность Постакна То есть рубцы Вот И этот лазер Как раз Обрабатывая этим лазером Мы не даем возможности Образоваться рубцу Постакна И он светлеет То есть И вот такая методика Существует И она В общем-то Наталья Николаевна Гераськова Ее впервые Опробировала В России И она, кстати, первая Кто докладывала И она на этом же лазере Докладывала И сейчас Вот я говорю Опять-таки ушло Это все в Америку И американцы Теперь гордо заявляют Что это все их Но Вот мы Кировчанам могу сказать Что в Кирове Мы это делаем То есть Это несложно Но Это время Это все равно Заниматься надо Но заметьте Без системной терапии То есть Мы, конечно Системную терапию Сюда не привозим Что такое системная терапия? Это когда мы Применяем Определенные препараты Очень токсичные Для печени Чтобы не было Угревой сыпи Кстати вот Потому что Бывают очень тяжелые Виды угревой сыпи Да, но вот Про системную Сказала И тут же вспомнила У нас же еще Есть методика По онихомикозам То есть Опять-таки Что с онихомикозами Грибок ногтей Ох Актуальная тема Еще бы Очень актуальная В любом возрасте Вот мы только недавно Тоже привезли методику Потому что Был тут конгресс По Санкт-Петербургской Дерматологической чтении И там доклад был По онихомикозам Президенте Российской Федерации Больница Защита диссертации Больше тысячи пациентов От пролеченных А лазер-то у нас есть Этот Мы, естественно Эту методику Сейчас внедряем К нам Начали лечить И Самое главное Для нас было Отсутствие системной терапии Потому что Там очень серьезный Токсичный препарат А наши доктора Кстати Сколько я разговаривала Все-таки С людьми У кого Лазерное поражение Ногтей Пациенты Ведь тоже говорят Что доктора Не советуют Потому что Ну вот А смысл Ты там Одно лечишь Другое калечишь Ты убьешь печень Там пойдут Инсульты Инфаркты Все остальное То есть нельзя Печень-то губить И некоторые пациенты Сами отказываются Но я точно знаю Что у нас Как-то не очень Принято И рады Что осторожно Очень врачи Назначают Системную терапию Потому что АЛТСТ Билирубин И надо УЗИ печень То есть это Слишком много Все время Надо делать Анализов Чтобы Если девочка Хочет рожать Года два Минимум Считаю Нельзя будет Надо восстанавливать После таких препаратов Конечно А что делает лазер Лазер Что делает Мы определенным Веществом Прокрашиваем Это Вообще Пациент приходит Всегда на бесплатную Консультацию Мы вообще Кстати Даем консультации По лазерной Лечению Любому Бесплатно Ну это вот Кредо Наши Такое Правило Наших клиник Никогда не брать Деньги за консультации По лазерам И мы все Объясняем Рассказываем Какой процент Эффективности Вот Как нужно делать И в течение недели Пациент Определенным Веществом Фотосенсибилизатором Смазывает Вот этот Гриб Ноктевой Нокоть пораженный Грибком И за эту неделю Вот этот Фотосенсибилизатор Вещество Оно накапливается В клетке грибка За неделю И через неделю Приходит Мы светим Определенной Длиной волны Определенное время Определенной мощности Но там такой Дымок появляется И запах характерный И Ну где-то 50-60 градусов В самой клетке Начинает Этого достаточно Любую белковую Структуру Погубить То есть грибок Погибает Любой Любой Какая разница Большая Потому что Когда ты смотришь Тебе предлагают Препараты Например Говорят Вот этот от этого Нет-нет Это препараты Согласна Это препараты А здесь Мы говорим О живой структуре 50-60 Денатурация белка Пойдет В любом случае Ну по их методике То есть по защите Диссертации 4 сеанса Через 2 недели И все И там смотрим Ну вот И второй раз Я общалась в Москве Мы видели с этим доктором В октябре Кое-какие моменты Я уточняла У них это очень развито И там Все-таки Еще раз уточнила По системной терапии Не надо Не надо системной терапии Все хорошо Лазером Можно лечить Грибок в ногти Лазером И за 4 сеанса Ну вот Они говорят Так Давайте посмотрим Я очень всегда Осторожно бываю Вы только запустили Эту историю Да Мы только запустили Поэтому мы будем Свой опыт накапливать Другое дело Что мы эту методику Знаем И она отработана То есть она Не нами отработана И мы просто Как бы коллеги поделились Мы ее взяли Вот и все То есть если литтерапию Нам пришлось Как бы самим До всего доходить По гемангиому Кстати мы сами доходили Методика вся наша То по грибочку Нам подсказали ее И мы очень благодарны Это очень важно Потому что Очень часто люди Жалуются Что и выявляют его С трудом И препараты Назначают с трудом И препараты Действительно опасные Бывают И препараты Бывают Кстати говоря Не дешевые совершенно Очень дорогие Вот эти Да И мучаются Годами Ходят Десятилетиями Десятилетиями С такими ногами Совершенно верно И самое-то главное Что когда не лечат В принципе Разносят В семье Разносят В своем доме Грибок Ну я бы Знаете На эту тему Что сказала Потому что Мы еще и Контагиозными Моллюсками Занимаемся Вот смотрите Это что такое Контагиозный Моллюск Это вызванный Вирусом Попилом И человек Определенным Типом Вообще Это у детей У младенцев Встречаются Такие маленькие Пузыречки Вот И у взрослых Но там уже В области Гинекологии Там урологии То есть Вот в таких Областях Очень контагиозно Заразное заболевание Как и чесотка По большому счету Садика Точно высаживают Но Вот смотрите Там может Четыре-пять человек В семье жить А будет болеть один То есть Там проблема Все равно иммунная система И с грибком Точно так же Конечно То есть Человек может Всю жизнь Прожить муж с женой И спать под одним одеялом Но ведь жена Не заразится Если у нее иммунитет Это устойчив Да Это иммунитет И я все равно считаю Тут генетика Склонность К каким-то моментам То есть Тебя суждено Ты будешь болеть И все тут Иммунная система Я считаю Иммунная В основе Это все равно генетика Правильно Определяет иммунную систему Нашу Я вижу Что у вас Здесь есть еще И такие Вот вещи Которые я совершенно Не знаю Например Даже не знаю Вот вы бы и не назвали Этот контагиозный моллюски Я бы и не поняла Что из моллюски За человечество Вот такое Но вот винное пятно Это очень актуальная тема Пост-вайнс-бокс Для Кирова Мне кажется Тоже очень Я правильно понимаю Что это вот такие Красные пятна И я заметила Что у нас Очень часто С такими пятнами Рождаются младенцы И они располагаются В области лба Это немножко не то На шее Вот тогда вы меня сейчас Поправите В чем разница Да Вот на шее Я вижу Я вижу что есть такое Есть другая история Когда очень яркая Как кажется Огромная родинка Но не выступающая Например За края кожи Вот что это Не то и не другое Я уже поняла В области лба Пост-файнспот Это винное пятно Как раз Портфейное пятно Винное пятно Потому что Вот у новорожденных С пятнышка Может начинаться Но это может быть Гемангиома В основе Гемангиома И в основе Пост-файнспот Совершенно Разная гистология И по-разному Ну лечим-то мы тоже лазером Но тут разные методики Применяются И пост-файнспот Я бы не стала У новорожденных Сразу лечить Не стала бы Потому что Это не угрожаемая Жизнь пациента Давайте просто опишем Как выглядит Гемангиома И как выглядит Гемангиома Вот опять-таки Очень поэтичное название Есть Клубничка Клубничная опухоль Она яркая Сочная Она возвышаться Будет Такая прямо Над поверхностью Кожи Да Конечно Это поверхностные Они достаточно легко лечатся Есть смешанные Когда есть внутренний компонент Есть совсем глубокие Когда нет внешнего компонента Это всегда Сосудистые диспазии Разрастания Сосудистой ткани А вот Пост-файнспот Это сосудистые мальформации Когда изменения Идет Как бы Достаточно глубокие Они Мальформации Это изменение Структуры сосудистой Это не просто Разрастание сосудов А структура Это хуже Конечно Мне вот Очень бы хотелось Конечно Чтобы взрослые люди Знали О том Что сейчас Лазерами Без рубцов Можно Пост-файнспот Убрать Потому что Много пациентов Я вижу на улице Такие красные Они идут Они всю жизнь ходят с этим Может кто-то привык К этому Хотелось бы донести До наших кировчан Что есть такая методика Они большие бывают Они могут большие Но у меня своя методика Даже чтобы Мы тоже американцам В свое время сдали Эту методику Я ее методом перфорации Называю Когда мы И на больших площадях Мы сразу же По сантиметру Просто как дуршлаг Начинаем обрабатывать Чтобы быстрее процесс Потому что так можно Годами ходить А так вот мы Ускоряем этот процесс Чтобы быстрее И мы всегда Фотофиксацию делаем Кстати У нас Очень большой-большой альбом Но естественно Мы Много Но большинство Мы не выкладываем На сайты Потому что это чисто наука И не всегда все можно Но вот на докладах Да У нас очень огромный альбом И мы В общем-то Показываем нашим Даже коллегам Как можно До, после До, после До, после А уж пациентам Мы всегда Даже скидываем На телефон То есть они Теперь все просят Я говорю Давайте Вот мы делаем Фотофиксацию До, после И в процессе И вот они Прямо такие Так заинтересованные Бывают так интересные Я говорю Давайте Вот они даже У меня теребят Давайте вот пожалуйста Вышлите мне фотографию Хорошо Вышлю Вот эти винные пятна Они в любой части тела Могут воспаладаться? В любой Но чаще всего лицо На лице, к сожалению Косметический Такой дефект Они перерастают Эти винные пятна Во что-то опасное Или нет Просто остаются С человеком всю жизнь Нет Поствайнспорт Не будет перерастать Это все-таки Ни к тому не относится К слава богу Нет Ну и самое простое Наверное Что люди знают Это сосудистые звездочки Удаляют ли еще Мне кажется Оно простое Оно простое Да Сосуды Это купероз на лице Да Сосуды Но я могу сказать Что вот как раз На короткоимпульсном Неодимовым Как раз эти сосуды Можно убрать без рубца Потому что Все что стоит В городе Кирове Это на длинном импульсе И они вроде бы покупают Очень дорогостоящие аппараты Но не всегда Доктора в основе Знают вот эту Физику И получается Я знаю Достаточно известной клиники В Кирове Где стоит Неодимовый лазер Он такой прямо Крутой Допустим Фирмы А там длинный импульс А длинный импульс Это пережигание ткани Окружающей И все И они получают Рубцы 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 Поэтому сосуды Мы убираем Очень легко За счет того Что мы не перегреваем Ткань Единственное Пациентам Говорим Когда особенно Очень ярко выраженный Купероз Вот на лице Конечно за один раз Не убрать Процедуры Три иногда Требуются С условием Что они в баню Не будут посещать Что они не будут На холодном ветру Стоять Что они курить Не будут Алкоголь Употреблять Ну то есть Это все Способствующие факторы Купероза Например Но ведь Иногда приходят Очень такие Пациенты Ну как скажем Видно что они Руководители Да Вот И Ну не очень приятно С таким лицом Да Когда нос весь В синих Таких сосудах Ну неприятно Правильно Вот На лице Такие яркие сосуды Вот И Вот Я всегда так Предлагаю Вы знаете что Сосуды Можно от тебя убрать В общем-то Болезненная процедура Сразу предупреждаю К сожалению Но было бы желание Что называется Но вот Я считаю Ведь наше лицо Это в общем-то Так У нас Время программы Подходит к концу Это программа Слушайте доктора Гульнара Касимова Руководитель И специалист По лазерной медицины Руководитель Лазерной клиники Лазерной хирургии Косметологии Возрождения У нас в гостях Сегодня была Я Гульнару Шахвалим Ну еще буду приглашать В наш эфир Ну вот кстати говоря Мы про лазер Говорили вот про кожу Все больше А я вижу Что здесь такое слово Как танзелит На сайте у вас есть Мы до лоров Не дошли с вами Да А это очень важно По храпу По вазомоторному риниту Это вот все кстати Давайте мы это возьмем Отдельной темой Потому что вот Как раз все Что касается дыхания Сейчас дыхательной системы И всех этих ринитов Танзелитов И храпов Это вот прям Отдельная история Которая требует Еще не меньше Чем полчаса разговора Для того чтобы люди Подробно об этом узнали А не просто узнали Что это у вас есть Они сейчас уже знают Что это у вас тоже есть Спасибо вам большое Что пришли к нам в гости Программа завершена Всем хорошего дня Спасибо Слушайте доктора Имеется противопоказание Проконсультируйтесь у специалиста